Для тех, кто смотрит в записи, это пятая часть трансляции по This War of Mine. Я не знаю, может быть заключительная, может нет. Спасибо за помощь организации Дети войны. Я еще тут кликнул. В общем, с вами Михаил. Мы знакомимся, да уже познакомились, в общем-то, с игрой This War of Mine. Прошли основную сюжетную линию. Прошли первую историю из возможных, из режима Story Mode. Вот, и взяли сейчас новую попытку с другой командой из четырех человек, в состав которой входят два пенсионера, которые почти что бесполезны. Но с ними игра становится сложнее. Сейчас у нас где-то вторая неделя, там 13-й, 14-й день, если мне память не изменяет. 15-й, вот так вот, да? Так, кормить по четным или по нечетным? По каким? Там советовали. Я нашел очень много классных вещей. Да, у нас с вами ситуация какая? Мы, во-первых, достали гитару. В этот раз без серьезных угрызений совести занимаемся воровством, убийством бандитов, убийством военных. Не трогаем только мирных, нейтральных. Стараемся наладить как можно лучше наше небольшое хозяйство. Хозяйство пока что включает в себя перегон, ну, добычу воды, перегон в спирт, очистку этого самого спирта. Но это еще не все. Скорее всего, мы в этом траве будем именно вот в этой части травы выращивать. И, в общем, а крыс ловим, соответственно, тоже. Вот. В результате, к концу второй недели у нас с вами просто по вещам можно посмотреть. Есть медицина 3-4-4, есть тушеночка, еды 10, то есть как бы прилично, понимаете, да? Взяли, а как стори мод? Я не буду спойлерить стори мод. Притаскиваем то, что нужно, выторговываем у человека, который приходит торговать все, что нам тоже необходимо. Главным образом, это материалы самые разнообразные, которые необходимы. Есть спиртик, есть расходники, сейчас будет холодать, надо не забывать. Успели уже ушатать блокпост военных, успели ушатать в этих бандитов. В результате у нас уже 4 автоматические винтовки, ну, 3 пулемета и один с прицелом. Нож, 2 дробевика тоже на продаже, пистолет, полсотни патронов, 5 медведей, вообще легко. Перегоняется спирт, голоден и печален устал. Когда там нужно кормить? С ребенком самое сложное. Мы уже прошли все. Так, голодна, голоден. Есть хавчик, устал, иди отдыхай. Со стандартных вещей начнем. Ну, смотрите, медицина 4-4-3, еды 10-4, немножко алкоголя. Плохо спала, голодна, да? Плохо спала, надо ее будет по... Фильтра не хватает. А вот, кстати, на фильтр мне-то особо ингредиентов нет. Материалов очень мало. Есть откуда их взять, материалов. Можно выторговать, как только придет. Мне бы гитарку сделать, потому что самый главный талант у Златы. Это как раз мастер воодушевления. Она в музыкальную академию поступила. Она, во-первых, может человеку, если плохо, а у нее настроение хорошее, его подходить, подбадривать. Учитывается разница по морали. Она, соответственно, человека приводит в себя. Плюс, если мы ей сделаем гитару, а у нас есть практически все, чтобы сделать гитару, она сядет и будет замечательным образом играть. Играть и поднимать мораль всем, кто есть. Так, тут 8 единиц. Крыска не поймалась, к сожалению. Хорошая математика что дает? Хорошая математика, как выяснилось, ставит очень хорошо как растилки для этих, для животных. Вот, поэтому, может быть, я даже вторую поставлю чисто, чтобы торговать. Ну, потому что один к двум любая еда меняется. Особенно, если у тебя есть еще удобрения, которые ты сам употреблять нормально не можешь, но нормально. Вот, в принципе, статусов никаких серьезных нет. Что по био? Я бы не хотел причинять кому-то вред, но если нужно для выживания. Трезвенник, хороший математик, вот этот пенсионерный, первый. Никто не ранен, никто не болен. Температура держится пока что в пределах нормы, но, насколько я помню, совсем скоро... Надо радио послушать. Кто вообще не пробовал вращивать? Нет, вот как раз я травы и овощи очень хочу повращивать. Давайте послушаем радио. Сейчас похолодание, скорее всего. Прохладно-облачно, но пока без криминала у нас. То есть пока без сигареты дорогие. Ожесточенные бои. Ну и музыка понятна. Вот, в принципе, все нормально. Единственное, что, опять же, нет материалов. Я сейчас особо ничего строить не могу делать. Я бы сделал гитару, но на нее, кажется, тоже не хватает расходников. 12 бутылок спирта. Очищенного причем, высококачественного спирта. А гитара делается в верстаке, да? Да, в верстак у нас Т3. Уже последний верстак. Плита загрейжена. На гитару буквально три компонента нужно. Обязательно в следующий раз нужно взять гитару. Обязательно. Совсем другая атмосфера у нас здесь будет. И материалы, да? По четному или по нечетному? Ага, пробел, это пауза. Классно, да. Торговец сегодня не придет, к сожалению. Я уже вижу. Дверь с сигнализацией. Дырки, три штуки заколочены. Что еще, что еще, что еще у нас? Оружие делать особо не нужно. Торговать можем как медикаменты, так и оружие. Ножовок нет, кстати. Надо подумать, куда идти дальше. Топорика, кстати, тоже нет. Можно взять топорик, заготовить. Хотя пока острой необходимости нет. Я не знаю, куда пойду ночью. И даже кем я пойду ночью. Но, видимо, за материалами. По нечетным я кормлю. Ты можешь кормить почетным. Ясно. Только у Павла есть печаль. Но это после недавней перестрелки. Ничего страшного нет. Короче, завершаем день. Делать особо нечего. Сейчас надо выбрать внимательно. Половина, даже больше, точек у нас заблокированы, к сожалению. Городскую больницу мы изрядно ограбили. На стройплощадке очень много всего собрали. Туда уже особо нет смысла идти. В тихом доме практически ничего не осталось. Бензоколонка тоже почти пустая. Дом двух семей. В принципе, можно пойти сейчас вторую семью... Мочкануть. Ну, там реально мораль упадет. Но я хочу этот рай провести вот как можно более цинично. То есть, моя задача, чтобы все жили из моих. Не болели, не голодали. Был у нас достаток в доме. На нейтральных товарищей... Ну, там недружелюбные товарищи. Может быть, все-таки есть кто-то прям... А, вот вооруженные бандиты есть. Но мы можем сначала пойти понизить мораль, мочкануть кого-то в доме для двух семей. А потом уже пойти на склад. Потому что убийство бандитов, как правило, дает плюс мораль остальным. Да и в доме для двух семей много всего. Слушайте, а дом двух семей? Я, кажется, записывал, мне чего-то там не хватало. То ли отмычки, то ли... Ломик, кажется, нужен. Кажется, нужен ломик. Я точно не помню. Так, ладно, плохо спала. Спи в кровати. Ты добывай. Все спят в кровати, потому что, опять же... А, у меня третьей кровати еще нет. Вот. Ладно, просто спи. Обида, привет. Привет, привет. Берем Павла. Еще надо сделать Т3 этот и армор, и каску. Обязательно надо брать с собой ножик. Автомат на прицельную. И двадцатку патронов. А ломик есть? Нет, ломика нет. Возьму отмычку, там точно пригодится. Что, поехали? Да, такой не очень... Надо будет взять расходники обязательно, чтобы гитару сделать, как минимум. У меня тут уже собрано приличное количество из первого дома. Все, что можно... Да, тут очень много. Два бинта, две тушенки, лекарства. Это очень дорогая штука. Плюс еда еще. А, и у меня тут ломик уже есть. Ломик в расход тогда. И ножик тоже есть. Блин. Ножик ладно, оставим. Первый дом зачищен, но там дальше еще одна семья. Воруем. Если надо, убиваем. Ну как убиваем? Защищаемся скорее. То есть, если будут на меня нападать, я защищаюсь. Да-да-да, я замочил в этом доме одного человека. Там дальше еще... Добрый вечер. Вот, здороваются. Не знал, что тут кто-то есть. В этой части, да, но это дом двух семей. То есть, там еще есть... Еще есть второй дом. И там человек явно настроен был решительно. Поэтому надо сейчас... Ага, вон они наверху стоят. Отсюда наверх не подняться. И с патронами немножко механизмов. Бруски постараемся не собирать. Если нужно на растопку, то надо брать топливо, топорик или выкупать у торговца. Бруски лучше также для грейдов покупать у торговца. Потому что по два в стаке это очень нерационально носить такое. Ну, в общем, определенная методика уже была выработана за эти четыре части. Что делать? Главное сейчас не получить шального ранения. Смотрим. Подворовываем. О, овощи пять! Мега ценно. Так, тут решетка. Давайте спущусь. Это крыски у нас тут. Да, тут нужно решетку... Надо будет ножовку сюда в следующий раз взять. Потому что там явно еда. Кто здесь у нас? Вооруженный, невооруженный? Это крысы просто. И отсюда я могу открыть. Окей. А где остальные? Мне казалось, что тут еще один человек с оружием есть. Может, они спят? Там дама плачет одна. Тебя крадешься, у тебя стулы ночишь. И аккуратненько. Все равно. Вон там кто-то есть. Тихо-тихо-тихо. Никого. Да, и с этой стороны дверь не открыть. Ну, для того, чтобы пробраться к холодильнику, нужно... Что я здесь не наблюдаю врагов? Берем медведя. Открываем. Тогда в следующий раз сюда надо будет приходить без оружия. Собрать все... Все ценное самое. Я забыл как-то. Мне казалось, что... Что был здесь. Что написано? Мастерина корябана надпись. Мы с Ханной и Томасом переехали к дядушку Раду. Маму похоронили в саду. Береги себя, папа. Я уже фуловый. К сожалению. Даже если тут будет что пособирать, я уже утащить не смогу, к сожалению. Хоть если везде будет пусто. Или если отказаться от какой-нибудь фигни. Давай так. Да, хорошо. Ладно. Хватит, я думаю. Проверяем по судне. Помним про ножовку. В следующий раз сюда с ножовкой придем. Да, хватит. Отлично. Ну, зря пришел сюда в обмундирование. Получается, тут уже некого... Не подкрадывайся. Окей. Так, собираем все, что точно нужно ценное уносить. А именно... Слушайте, а материалов-то у меня тут нет. Так, минус. Это пока минус. Минус, минус. Из ценного это, конечно, пара бинтов, пара консервов. Желательно бы взять вот эти вот еще три стака. Ломик, наверное, полуживой выкину. Отмычку лесом. Две еды. Что еще? Сигареты, ерунда. Лучше овощи взять. Блин, а я без материалов, получается. Опять не сделаю. Если торговец не придет, не сделаю. Помидор в стак. Да, помидор в точно берем. Ну, еще запчасти от оружия можно в один стак, понятное дело. Ножик в один стак не помещается. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Ладно, друзья. Фигово сходил. Гитару не сделал. Но, с другой стороны, мораль не понизил. Поэтому... Возвращаемся. Торговец, кажется, был вот за ночь до. То есть, он сейчас еще не придет. Где-то каждые три дня приблизительно приходит. Дома у нас все должно быть хорошо. Оружие на защиту есть. Овощи украл. Есть минус мораль. Ничего страшного. Опечален. Что говоришь? Бедные люди. Я знаю, было жестоко забирать у них провизину. Пришлось выбирать либо они, либо мы. Голоден. Обечален. Плохо спала. Очень голодна. Едим так, как мы можем красть. Им тоже сложно выжить. Понятно. Да, печаль все-таки мы словили. Но, зато у нас 12 еды, 6 консервов. Медицина стала еще больше. Крысу, правда, опять не поймали. И я учил молодых людей математики. В эти дни трудно найти более бесполезного навыка, говорит наш пенсионер. Но я знаю, как поставить капкан и сварить крысу. Не дня без новых знаний, как я говорил своим студентам. Они все погибли, убиты словно скот или хуже. Потому что животных стараются не пугать перед убоем. Это портит вкус. А может он тогда и готовить будет лучше? Неужели кража единственный способ получить то, что нам нужно? Как теперь выжить тем людям, которых мы ограбили? Пенсионеры мне, конечно, больше всего в этом плане не нравятся. Они очень много говорят, ни хрена не делают. Едят при этом, при всем. И удивляются. Ну, они не задают себе вопрос, а каким макаром появляется еда? То есть, ну... Нет. Они просто... Просто едят. А потом тебя осуждают за то, что ты своровал еду. У бедных людей. Я как бы понимаю, что я не прав. В том плане, что... Обворовал. Без этого можно было обойтись. Но какого черта... Корми почетным. Тогда сейчас корми очень голодных дважды, голодных один раз, и система будет на работе. Хорошо, кормить почетным. Дальше сделаем еду, чтобы разово покормить, а потом экономить. Массово будем есть. Шесть еды. Благодаря овощам делаем хорошие двойные порции. Раз. Два. Как можно так опуститься, воровать, чтобы выжить? Еще один. Срочно гитара нужна. Еще хаваем. Еще хаваем. Опечален. Так, все. Голода нет. У этих двоих. Еще два... Два раза едим. Торговцы нет. К сожалению, торговцы нет. Единственное плюс пенсионеров, что их можно отправлять на всякие квесты. Если придет какой-нибудь NPC. И как-то так. Проверяем новости. Тенденция одна и та же. То есть пока жести по нападениям нет, погода постепенно уходит. Все не голодны. И не сыты, и не голодны. Печаль присутствует у... У троих. Из четырех. К сожалению. Ну что ж поделать. Надо делать гитару. Наверное, я сейчас... Блин, а если я сейчас бегаю опять в то же самое место, хоть и с пилкой, не факт, что я там инструменты найду. Правильно? То есть мне вот этот ход бы потратить... И не факт, что торговец в следующий ход придет. Нужно выбрать место, куда сходить просто за материалами. Ладно. Завершаем день. Просто за материалами. Сюда только с пилкой. В аэропорту я не был. Ну так не хочется сейчас брать оружие в неизвестный... А что порт? Речной порт. Безопасный способ избежать. Немного материалов есть. Много еды, лекарств, огромное количество оружия. Запчастей требует осторожность. По карте посмотри, где материалы есть. Да я понимаю, материалы... Струйплощадку не хочется, потому что там осталось всего ничего, даже меньше, чем за один заход. Тихий дом лесом идет. Здесь материала в принципе нет в доме двух семей. Туда я не пойду. То есть у меня выбрали либо аэропорт, либо склад, либо порт. В аэропорту воевать, в складе воевать. В порту просто осторожность. Наверное, давайте в порт пойдем. Ты плохо спал в кровати. Речной порт. Я там был, я не помню, что там нужно. То есть нужна ли лопата, нужен ли лом. Лома, правда, мне все равно нет. Может вообще нулевым сходить. А толку у тебя даже... Ты даже лом не сделал, Вася. Видимо нулевым идем. На разведку. Только надо обязательно запомнить или записать, что там не нужно. Тут можно обокрасть. Это вообще маленькая локация, насколько я помню, да. О, как раз материалы есть на старте. Уже необходимый минимум для гитары собран, считается. Да, я помню. Бруски. Осматриваем. Опять же, ножовка нужна, как вы видите, сюда одна. А, подожди, здесь что-то есть уже. Там и там. А внизу там, кажется, NPC стоят какие-то. Вот, хорошо. Ну, набираем, набираем. Человека повесили тут. И еще материалы, шикарно. Ну, почти все собрал. Назад скидываем в кучу, возвращаемся, проверяем второй, третий этаж, потом идем вниз. Да, хорошо, что я сюда без всего пришел. Ну, было бы классно, если бы я предугадал и ножовку взял. Но я не помнил. По-хорошему, нужно на второе прохождение по всем локациям делать коротенький гайд. Что тебе нужно для того, чтобы эффективно там все собрать. Просто для себя пометки делать. Нужны ли лопаты, нужен ли лом. Где по стелсу можно, где обязательно нужна ножовка. Вот здесь лом нужен еще. Или отмычка. О! Приличное количество еще медицины. Медицина один из самых дорогих вообще. Одна из самых дорогих тем на продажу. И если ты там не болеешь, не получаешь ранения, то в принципе... Это все с удовольствием у тебя любой торговец заберет. Особенно если... Дефицит будет. Можно поспекулировать на этом деле. Собираем ерунду. Эй, на палубе. Я карил. В прошлый раз... Поговорить можем? Не особо. Ну тут типа квест еще. Предлагаю там за драгоценности тебя увезти. Дальше не пробежать. Ну как бы все. Не хочешь взглянуть на мой катер? Давайте попробуем. То есть вот эти товарищи на катере предлагают тебе за приличное количество драгоценностей свалить. Вот он большой, правда? В прошлый раз у меня торговец тебе рассказывал. Скоро вернусь. Обдумаю мое предложение. Как будто уже есть предложение. То есть видимо... Видимо да. Так, сюда вернемся с одной отмычкой и с этими... С ножовочкой. Все, и все соберем. А пока возьмем медицину, возьмем материалы и свалим отсюда. То есть собираем просто самое ценное, что... Что есть. Этот. Пара бинтов точно. Пара вот этих вот точно. Материалов. Это не самое ценное, но сейчас необходимое. Запчасти в стаке по четыре. Вот эти вот штуки по четыре. Довольно редки. Наверное электродетали, они тоже весьма редки. Давайте наберем материалов под фильтры. Лекарственные ингредиенты в перспективе дорогие. Можно будет при помощи спирта и них делать дорогие лекарства. Поэтому их соберу. Кажется по стоимости я правильно все сделал. Хамиханик. Спасибо тебе за переподписку. Собираешься ли играть в Пое в этой лиге? Вообще Пое отличный способ, чтобы не играть в PUBG, потому что Пое... Там хорошая игра, конечно. Опять собственные билды какие-то. Прошлый перс у меня на 87-м, кажется, умер. Ну то есть тогда, когда только еще не началась нормальная игра. Возвращаемся домой. Даже если нападение вообще плевать. Я уверен, что пенсионеры с автоматами от всего отобьются. Никто не нападал. Голодин, печальный, устал. Чего ты переживаешь? Платить переводчику за проезд, значит бросить все на карту. Но ради безопасности. Так. Кормим почетным. Во-первых, сразу же. А ты что-то побил? Павло говорит, что контрабандист спасает людей. И мне все равно, какие у него мотивы. Надеюсь, мы сможем заплатить ему. Да мы-то сможем. А ты чего думаешь? Павло говорит, что мы должны заплатить переводчику столько, сколько он хочет. Только бы сейчас не надул. Можно попробовать ради эксперимента. Плохо спала, Златка. Павло говорит, что лодочник нас спасет. Надеюсь, он не обманет. Делаем сразу же гитару. Жду торговца на самом деле еще. Вот она, гитара. Так, играть будем. Не знаю, где-нибудь. Здесь вообще лучше третью кровать. В подвале будем играть. Третью кровать, кстати, действительно можно сделать. Там материалы и бруски, конечно, нужны. А что еще? Может быть, бахнуть фильтры? 21, 12. Что я в принципе могу сделать еще в Т3? Может, для трав вот этот верстачок сделаем. Брусков не хватает. Очень нужен торговец. 30 брусков нужно на грядке для трав. И потом еще овощи. Да, построй кроватку. Тоже бруски нужны. Очень нужны бруски. Но за брусками по две штуки ходить, это такое вообще дело. Так, а печаль все еще у нас активна, поэтому сейчас построим, сделаем гитарку и сделаем. Можно сделать ломик и ножовку. Еще разок сходить на этот. Поймали мышку? Уже поймали? Да, поймали. Отлично. Пенсионер пошел мышку добывать. Это из-за верстака. У меня есть что за... О, торговец идет. Все, отлично. Четко по таймингу. Четко по таймингу. Иди, поторгуй с ним. Должно, конечно, повезти. Вторую мышеловку делаем. У меня дофига всего. Буквально дофига. Здравствуйте. Ну что, есть? Да, 17 брусков, 36 деталей. Вот все вот это мы выкупаем абсолютно точно. Ну, а что угодно. На бинты. Забиваем. Раз. Сахар тоже пригодится. Автомат, я думаю, можно продать. Драгоценности надо сейвить. Пистолет не нужен. Дробовик тоже один не нужен, потому что у нас и так автоматы есть. Водичка пригодится. Нет, дробовик слишком дорогой, чтобы так на бруски разбрасываться. Кофе. Кофе можно закупить, раз мы пойдем в любом случае в травы. Ингредиентов под дым. Да, давай так. Это все равно по деньгам будет в плюс. Еще дробовик. Давай так. Не помещается просто. Вот. Одна вот такая вот закупка в 12 слотов. Это один полноценный поход ночью. Я сейчас не просто возьму брусков, которых бы я смог дотащить за целую ночь. Ну, только единожды. Единожды. Но еще два раза по... По столько же. Поэтому торговец это... Лютейшая имба, на мой взгляд. Лютейшая. Ну, если, конечно, у тебя там все нормально раз... Так, а если вместо, то... Ну, давай вот так вот попробуем. Табак так себе. Все равно перебор. Сигареты сейчас дорогие. Кофе никому не нужен. Давай не дробовик тогда... Дробовик оставим на более поздний срок. Спирт пока продавать не буду, потому что из него еще более дорогие детали можно. Тушеночку, раз у нас есть с вами... Она тоже... А, он на тушенку не договаривается. Ладно, давай так. Тем лучше. Хорошо. Еще 10 брусков. Да, 9 брусков. На тушеночку меняем. Я думаю, что хватит. Ну, то есть... Медикаменты и табак слишком дорогой. Эти ингредиенты мне особо не нужны. Медицина тоже не нужна. Один брусок и оружие тоже лесом идут. Поэтому закинули сюда. Ты садись, играя на гитаре. Она лучший исполнитель. А, ну, композиция та же самая. Я понял. Так, делаем сразу же парочку фильтров. Ты... Даже не знаю. Драгоценность? Нет, драгоценность, кажется, нужна перевозчика. Типа... Можно сделать третью кровать. Но это половина брусков. Можно накопить на грядке на трав. Для трав. Я думаю, что пока что подумаем и сделаем пару фильтров. Пару-тройку фильтров для того, чтобы запустить процесс очистки воды и приготовления самогона. Воды нужно много. На две порции бутылок. Потом их очистим удвоем. И сейчас печаль пройдет. Уже печали нет. Только вот у Павла печаль осталась. У пенсионеров прошло уже. Закидываем фильтр. Сейчас посмотрим, что сделать. Можно сделать еще один холостой ход. В порт. С ножовочкой. Там особо уже сверхценных вещей нет. Ну, только те, которые за... За... А учитывая то, что плюс мораль, можно сейчас пойти кого-нибудь поубивать и ограбить. Павла все еще опечален. Немножко голоден. Но ничего страшного. Бахнули фильтры. Можно сделать, кстати, простой обогреватель. Его все равно придется сделать. И его надо улучшать. Потому что сейчас будет похолодание. И... А можно сделать вторую мышеловку. Чтобы у нас работал эффективнее пенсионер. Да, давайте. Все-таки возраст пенсионный опять же подняли. Нужно сделать так, чтобы польза была. Делаем вторую. Ну, потому что ты один к два еду меняешь. И все. И решаешь проблему с едой. Даже если здесь закончится, пофиг. Так, тут закидываем имеющуюся воду в парочку порции спирта, наверное, да? Да, пара как раз хватит нам. Только на парочку. Ножовку не забыть сделать. Да я не уверен, что сейчас в порт пойду. Но ножовка в любом случае пригодится. В верстачке сделаем ножовку. И ломик бы по-хорошему сделать, конечно. Что-то тут у меня уже пришло в негодность. Так, ты закидывай сюда. Ты иди сюда. А спирт же мне еще можно очистить что-то из старого. Да, у меня три бутылки того спирта можно очистить, поставить. Ну что, процесс шел. Здесь закидываем удобрение. Один из четырех. Розжига не хватает. Топорик может сделать. Пойти порубить еще. С ножовочкой пойти в порт. Ну я понимаю, что можно сделать. Просто это не очень рационально. Ладно, давай сделаем из того, что есть. Порозжигу. Не хочу я тратить ни книги, ни бруски на розжиг. Реально нужен топор. Топор исходить. Делаем топорик новый. Блин. Или у меня был топор. Мне кажется, был топор. Но я его где-то умудрился оставить. Или я его... А я его доломал. Я его доломал, кажется. Да, топор нужен. Делаем топор. Следующий день мы всех кормим по единичке. Овощи есть. Приготовить сможем. Только вот воды нет. Но воды и фильтр сейчас еще один поставим. И на пару порций хватит. А пара порций это как раз четыре. Кэдрэгон, спасибо тебе. Привет. Так, в результате мы сделали с вами топор и ножовку. Ломик вроде туда не нужен, в порт. И пойдем, Пабло, в порт. Последнее, что делаем, это ставим... Последний фильтр очищаем водом. И все. Мышловки работают отлично. Добываем водом. Собираем спирт. Отмычку надо в порт? А, нужен, да? Блин. Может у него купить отмычку еще? Нет, давайте сделаем отмычку. Одну. Отмычка одна-две. Ломик нужен на втором этаже за дверью. Ладно, давайте делаем ломик. Да, вот и порастерял я материалы, конечно. Но я сейчас в бруски упираюсь больше. И в отопление. Так, собираем здесь еще спирт обычный. Спирта уже 19. Пошло до корчей. Да все нормально. Завершаем. Так, гитарку сделали по плану. Только Павло опечален. Берем его, добываем. Плохо спала, спи в кровати. Голодно, спи. Так. Идем в порт. Берем с собой и топорик, и ломик, и вот эту штуку. Поехали. Нарубим. Возьмем. Возьмем, что нужно. Сейчас еще порубить обязательно нужно. Что есть. Потому что это наиболее рациональный способ добывания... Ну, брусков понятно, бруски я не буду брать. Здесь именно топливо. Помещается в два раза больше, чем... Ну, четыре в стак, а не два. И как бы все. Да, ты должен на это тратить... Топор, но топор это... Несложно сделать. Его хватает намного. Надолго. Вскрываем здесь ломиком. Внизу этой. А, это кража. Ничего страшного. Очень много еды. Две тушенки, две еды, двое овощей. И сахар. Крайне важный ингредиент для спирта. И еще винты. Табак, наверное, брать не... Ну, возьму. Ладно, хорошо, убедил. Ну, скорее всего, табак. Хотя нам сигареты... Если в стаке будет достаточное количество, то норм. Так, тут рубить нечего. Спускаемся вниз. Не в самый низ, вот сюда вот спускаемся. Скидываем... Сюда ненужные вещи. Убежали вниз. Из одного бруска, получается, два топлива. Так что два бруска, четыре топлива как раз. А, ну, с другой стороны, тебе не нужно ничего тогда делать, получается. То есть ты... Просто не теряешь время. А сразу получаешь топливо. Там время не по полчаса, кажется, за стак. Ну, материалы собираем, ломаем. Маловато тут вещей на разбор по топорику, к сожалению. А, из одного бруска поправляют одно топливо. Окей. А, здесь автомат. Восемь патронов. Еще гитара. Сейчас попробуем тут поломать. Поломать можно. Раз и два. Проверю левый угол карты. Там вот вроде на полубе что-то забыл. А там пару брусков, насколько я помню. Один или два бруска всего лишь. Не столь принципиально. Просто ломаем. В порт я больше не вернусь. Скорее всего он... Сейчас главное понять, что отсюда утаскивать в первую очередь. Ну, скорее всего, половина займет сразу же медицины и еда. Да. Давайте выкидываем все. Так. Дальше пара тушенок точно, пара овощей точно, пара еды точно. Так вот сделаем. Ну, вроде как бинты нужно брать. Гитара, кажется, достаточно дорогая. Бинты дорогие. Я просто не факт, что сюда вернусь снова. Ну, тут еще на одну ходку. На ходку по мелочевке только. Такое. Такое себе. Ладно, пожалуй, это самое иррациональное, что можно придумать здесь. Уходим. Материал. Материалов сейчас 30 штук. Зачем мне материал эдерет. Сахар. Ну, тоже. Пять в стаке. Половина стак всего лишь. Сомневаюсь. 18 день. Массово будет людей покормить. На нас напали. Изи, 7 патронов. Кое-кто пытался ограбить нас. Они были не слишком решительно настроены, поэтому мы смогли отогнать. К счастью, мы все были вооружены. Никто из нас не был ранен. Грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Изи. И еда, кстати, сразу же в мышеловочке здесь. Есть новое. Закидываем. Едим и... Едим и спим. А ты чего? Жара стояла страшная. Люди стояли в очередях за водой. Я была там с моими родителями и Тадеем. Внезапно была вспышка, и я потеряла сознание. Позже я узнал, что рядом с нами взорвался снаряд миномета, который ранил меня с братом и убил наших родителей. Мне пришлось объяснять брату, что их больше нет. Можете себе представить, каково это лишиться родителей в 6 лет? Так, иди готовь, подруга. Собрали еду. Ставим новую. Здесь готовим две двойные порции. Тут делаем фильтр. Надо послушать. Ага, фильтр не сделать. Фильтр делаем. Фильтр, говорю, делаем. Ну, хотя бы один сделаю для 4 единиц воды. Даже парочку сделаем. Иди пока слушай. Погода все еще продолжает медленно ухудшаться. Сигарета и табак уже не дефицит. Город и болезнь свирепствуют на разоренных улицах. Резко выразила смертность из-за отсутствия воды. Чистой воды и медикаментов. Поднимутся в цене. Едим раз. Фильтр два. Это не важно. Идет, какие-то NPC идут. Иди играй на гитаре, родная. Да иду, иду, иду. Я кое-что вам принес. Давайте попробуем. И кушаем. Пошла музыка. Давайте поговорим. Давайте поговорим. Мы живем в нескольких кварталах отсюда. Мы видели, что вы укрылись в этом здании. Как добрые соседи решили навестить вас и поздороваться. Мы принесли вам немного овощей из нашего... Пять овощей! У меня тринадцать еды, шесть тушенки, двадцать литров спирта и семь овощей. Чувствуется какая-то подстава. А вдруг они отравлены на тебя овощи? Мне не нравится эта тема. Так, ты плохо спала? Забей. Этого кормим упыря. Так, ну что, мораль хорошая. Можно пойти пожестить. Есть, что попродавать. И по алкоголю, и по медицине. Что же мне делать? Пострелять бандитов? Нет, сначала нужно кого-нибудь ограбить. Что-нибудь плохое сделать. Сходить в какую-нибудь новую локацию. Еще надо воду зарядить. Подождем пару часов. Всех покромил. Да, никто не голоден. Все четенько. И лекарств в шесть, пять, семь. Вообще изи. Менеджерим. Стараемся. Надо еще удобрения побольше. Ну или потом просто менять один к двум обычную еду. Отдохнуло печально. Ну иди, постой там рядышком. Если бы они только знали, сколько в этом доме еды. Они бы оба еще просили, они отдавали. Да. Боюсь, что нам просто повезло с последней атакой. Как быть, если следующая банда будет сильнее? В смысле? У нас огромное количество вооруженных до зубов пенсионеров. Они отбивают изи, любые атаки. Но Павел чем-то все-таки опечален. Депрессует немножко. Патроны-то уходят. А я только что перепроверил. То есть было 50 патронов, стало 52. Куда они уходят, непонятно. И в конце концов, ничего тебе не мешает сходить, когда приспичат к бандитам или к военным. И, ну, либо убить, либо поторговать с военными. За спирт военные вообще очень много готовы сделать. Завершаем день. Так. По-прежнему часть тем закрыта. Порт для нас все. Опасность-опасность. Здесь военные. Здесь бандиты. Бандиты-военные. Аэропорт или склад? Потому что все остальное главным образом мы вытащили. Только вот городская больница, но я не хочу там жестить. Стройплощадка 82. Тихий дом 82. Из дома двух семей тоже повытаскивали. Хорошо, ну туда можно вернуться с ножовкой. Но ножовку я не взял, не сделал. Поэтому либо аэропорт, либо склад. На складе, конечно, огромное количество оружия. Кажется, там и лом нужен, и лопата нужна. Я думаю, что сначала нужно военных сходить. Здесь тоже нужна лопата, здесь тоже нужен ломик. Поехали, попробуем ломик. А лопаты-то нет. Лопату надо сделать. Ой, пенсионер решил реально взять. Ты что, с ума сошла? Плохо спала, спи. Павла, естественно, берем. Бом-бом. 20 патронов просто может не хватить. Давайте фулл стэк сделаем. Поехали. Осторожно, здесь могут быть солдаты. Да, я слышал. Спускаемся, осматриваемся. Это с другой стороны только. Когда рыночная площадь будет открыта, я так могу хорошо затариться там. Возможно, пробеги будем делать именно торговые. Ладно, выкинь здесь на старте. Уже нашел, кстати, неплохо удобрение для... Слушай, надо сначала постреляться, а потом уже... Только аккуратно, Михаил. И запоминаю, что нужно. Лопата нужна, точно мы видим. А, я вспомнил. Военные во второй части находятся. То есть, нужно перейти к самолету туда. А в этой части будет старик какой-то. Что? Он назад вернуться не может? Что? Да ладно. Ты здесь не поднимаешься, что ли? Блин, только копать получается руками. Е-мое. Это подстава. Колоссальная потеря по времени получилась. Вместо подстава-то еще. Я просто в прошлый раз... Бежать к выходу он не может. Видишь? То есть, реально никак не пробежать к выходу. Черт. Тогда надо сейчас забивать на второй-третий ярус. И вот здесь вот ничего не собирать. Запомнить, что здесь еще есть там куча. И лопата бы пригодилась. И сразу бежать к военному. Я половину времени просто трачу на эту одну кучу. Может, и не стоит в следующий раз лопатой приходить, действительно. Потому что там всего одна куча. Не факт, что там что-то ценное будет. Ключевое сейчас пострелять в военных, собрать оружие. Потому что автомат он стоит... Поехали. О, хорошо. Еще ингредиенты для ловли крыс. Самые классные. Hello. Стримлю. А ты? Ты не стримишь? А кофе буду, конечно. Что за вопрос? Так, еще овощи. Еще и дам. Бруски выкидываем. Берем хавчик. Надо выкидывать, видимо, здесь часть вещей. И сразу бежать к военному. Выкидываем. Осталось очень мало времени. Но я не могу... Я должен сейчас реализовать оружие. Потому что я... Тогда в следующий раз опять... Вынужден буду с пятью слотами сюда идти. Убежали. Да ладно! Нет, здесь можно пройти. Давай, давай, давай. Все, все, все. Все. Я не помню, где там что. А, они здесь точно. Ну, посидели, говорит, и будет. Ладно, поехали. Шумим. Я что-то слышу. Слышу шупырь. Ножик, ножик, ножик! Нет, нет, нет! Нормально. Бронель. Нет! Капец, не буду никогда больше этот автомат брать. Нет, у него нет очереди. Минус Пабло. Это типа снайперская винтовка. На дистанции работает хорошо, а близко нет. Все. Пабло минус. Пабло убит, кто будет следующим? Еще бронежилет у меня не было, чтобы пережить, пережить этот. Голодная печальна, голодная печальна. Прикольно. Пабло постоянно погибает. Блин. Пабло не вернулся прошлой ночью. Я бы заплакал, но у меня нет больше слез. Какое несчастье, что Пабло погиб. Да вообще, ну, это отстой, конечно. Снайперку надо брать вместе с автоматом. Используй паузу, припочатся по необходимости. Своевременно, да. Может, к нам кто-то четвертый придет. Такое бывает после смерти персонажей. А ножик из режима, что ли, включаться нужно было? Кто-то идет. Там дистанция была такая. Ножик появился ненадолго, но потом все. А, это Карл пришел, который, типа, из порта. У меня нет драгоценностей. Восемь драгоценностей. Через пару дней вернется. У меня только две драгоценности. Надо их еще где-то откуда-то выкупать. Блин. Да, это был риск. Без каски, без броньки. И не с тем автоматом пошел. Я думал, этот будет покруче. А так там очередь простая, и все, изи. Завершаем день. Плохо спала, голодна, печалена. Ну, что ж поделать. Тебе нужно идти в аэропорт. Снова. С чем? Блин, а патронов-то нет. Либо я добираюсь по стелсу. Если пенсионеров нападают, у меня нет этих... Что, порик взять? Да нет, справимся. Ладно, никто не нападет. Черт. Давай так. Поехали. Павло, Павло. Мне бы каску сделать. Не-не-не-нет. Не сделать. Спасибо большое. Мстите. Да-да-да-да, конечно. Черт возьми. Вот я... Ну, сложно. Там буквально с двух очередей меня. Раз, два. Еще одного полчаса убивал там этими точечными выстрелами. Ладно, с другой стороны, Павло был персонажем, который... Единственный из этих... Ну, он старый. То есть мы с ним играли в прошлом трое. Глядишь, кого-то еще дадут. Я еще не взял ножик. То есть вблизи у меня будут проблемы. Он все еще там. Надо подлутать. Может быть, у... У военного будет каска или бронежилет. Подлутать Павла нужно, естественно. Здесь патроны у него все. Ой, какой же я не очень, а... А где тот? Я же его здесь убил. А где лут? Что? Здесь трупа военного нет. Что? Вы понимаете? Я не убил его? Что? Как не убил? То есть тут двое еще? Я же одного убил. Трупы не сохранились. Причем здесь трупы? Лут-то должен остаться был? Убил, но трупа не было. А, я понял. Ну, а с чего он стрелял? Ты всегда собираешь оружие у человека, которого убиваешь. Мне кажется, меня где-то на... Обманули просто. О-о-о-о. Блин, как же классно-то тут, а. Только непонятно, что брать. Дофига всего. Трупы лут пропадают. Угу. Может взять овощей все-таки вместо чего только? Вместо одного ножа. Вместо воды скорее. Но вода сейчас... В данный момент она нужнее. Ну, скорее всего, нам просто вернуться будет. Наверх не зайти, окей. Блин, Пабло, мы будем тебя помнить, конечно. Какое-то время. Черт. И на бандита сейчас не пойдешь. Потому что, если вдруг умирает, и это подруга. То есть, нужно сначала бреншилет и каску. Еще много лута здесь есть, да? Я в курсе. Но не утащить. Надо сначала вернуть все оружие. На нас не напали, слава богу. Так, у нас четный день, поэтому, к сожалению, придется кормить людей. Зря Злата убила того солдата. Может быть, его насильно призвали в армию. Опять вот эти вот... Знаете, напоминает мне реально вот бабушек, которые сидят на скамейке про наркоманов и рассказывают. Все знают лучше. Только за одним лишь исключением намочек бабушек еще нужно кормить. Понимаете? Зря убила того солдата. Интересно, если у убитого солдата... Есть ли убитого солдата семья? Будет ли я исключать по нему? Не парься. Нормально все. Голоден и печален. Я рад, что Злата вернулась. Нападение на солдата дело очень опасное. Вот нормальный подход. Кстати, должен сейчас торговец прийти. Нет, не имеет значения, кажется, когда кормить людей. Хотя могу ошибаться. Блин, надеюсь, придет NPC вместо Пабло какой-нибудь на 17 перетаскивания или какой-нибудь другой талантливый новый. Опечалено. Че ты печалишься? Голод убираем. Один к двум работаем. Убираем голод. Че там будет торговец? Интересно. Вообще ее нужно... Пусть отдыхает девочка. Фильтр сделать надо, воду добыть. Было. Пойду еще радио посмотрю. Температура. Да. Ой, температура 6 уже. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. А вот это очень плохо. Мне не хватает. Даже на обычный обогреватель. А там, здравствуйте, холода Значительно холоднее, ё-моё И торговца нет, да? Или придёт всё-таки ещё? Давай, родной, очень нужно Он, кажется, с 9 до 10 приходит Если сейчас не пришёл, то до свидания Так, нужны материалы Я сейчас замёрзну, у меня болезни будут Блин Всего много, а толку нет Свет, иди, как ты играешь вообще на гитаре? Показывай Давай Ладно, хватит Дадим шанс Антону Антон? Ладно Проблемы у нас есть Есть у нас проблемы, да? Ну, видимо, возвращаемся в порт Ой, какой порт? Ой, подождите, какой порт? Аэропорт, что ли, за запчастями? Где за... Не, материалы нам нужны Материалы, материалы, материалы Тут нет, тут нет, тут нет В складе нужно, типа, аккуратным А мне только в аэропорт надо возвращаться Там материалы есть А с чем? И опять, идиот, пилку не сделан, да? Штопорик дать Сразу там все порубить, к чертовой бабушке Минус один слот, но зато мы сразу в топку закинем Давай так Лопата, да нет, там лопата не нужна Поехали Здесь собираем, я, наверное, буду выходить справа Поэтому собираем здесь Ценные вещи Это материалы Овощи Вот эти вот три штуки Возьму еще Электродетали Перетащу кучу направо Собираюсь оттуда выходить Рубим По-хорошему нужно топорик в расход Вообще Просто все порубить тут к чертовой бабушке Перепроверю Здесь не помню, что было Мне материалы, в первую очередь, нужны Так что да, нормально Можно наверх сходить Тут тоже есть несколько мест Правда, кучу я раскапывать уже не буду Мне кажется, что древесина под вас так слишком затратна Так я же об этом сто раз уже говорил Я и не беру древесину Уже не помню, когда последний раз я древесину вытаскивал Есть алкоголь Такое Не стоит, наверное Спускаемся, побежали Ну прыгай, прыгай, прыгай Ай, ты какой молодец Здесь тоже раскапывать не будем Но лопату по-хорошему надо сделать Я все равно за эту ходку полностью все, что хочется, не унесу Это тоже, скорее всего, лесом пойдет один механизм А, топор и лопаты можно неплохо продать Нет, в зависимости от износа Вот это очень ценная, кстати, инфа Реально тогда нужно делать второй Ну, дубликаты А старенькие просто продавать О, тут есть что порубить Это классно Надо сделать печку Надо желать на нее прогрейт Не уверен, что мне хватит на это Компонентов разных Но По крайней мере Печку базовую нужно сделать Сейчас приду, там два больных пенсионера Ну, в гадалки не ходи Проползил в самолете Нет, я не все беру просто Розжига вообще Прекрасное количество Так, давай-ка здесь Может, тут какой-то тайник или информация Это Павло По крайней мере, его сын выжил Нужно ли говорить, что отец его мертв? Я подумаю об этом позже Блин Давит, давит, давит на меня Просто давит, понимаете И тут я все нарублю Просто все А сколько еще служить-то пару? Чуть-чуть осталось Может быть, и стоит его оставить в один слот Конечно, жалко, что он слот занимает Но он достаточно дорогой Овощи обязательно надо взять Слушайте, а мне даже сейчас не хватит материалов Если здесь еще материалов нет То это ГГ Ну, то есть, то А тут материалов И хотя, может быть, здесь наверх можно подняться Мне же там не четыре не хватало А больше Или я сюда перетаскивал Кажется, я сюда перетаскал материалы Чуть-чуть совсем Блин Что делать? Что ты сделаешь? Раскопать-то не успеешь Все, до свидания Рассчитывай на торговца в этот день 14 из 18 вроде как было Сейчас посмотрим Да, там не хватало то ли четырех, то ли пяти Никто не напал Хотя эксперты в чате писали, что инфа сто процентов У нас нечетный день Поэтому никто ничего Ты иди спи Ты что хочешь сказать опять? Родители были правы Чтобы успокоить их Я перенесла занятия в более защищенные комнаты И это спасло детей Когда военные накрыли школу артобстрелом Оконные стекла разлетелись Но град стеклянных осколков Обрушился на пустые парты После этого мы прикрыли окна Так, все 14 градусов И топочку хватает плюс один Отлично Где мы ее ставим? Давайте где-нибудь здесь Понеслась Никто не заболел, на удивление Это очень странно Все равно я жду торговцам Потому что очень нужны всякие расходники Не хочется на них тратить время На сборах Ликварсты И так хватает, если что случится Но я стараюсь вообще всего по максимуму То есть у меня и еды Валом И лекарств Огромное количество Сейчас мы О! Тут можно закинуть еще Крысу поймали Сколько на топку? Нужно еще 19 компонентов Обязательно нужно топочку новую сделать Гораздо эффективнее будет Ну пока Пока я же набрал топливо Поэтому потопим И здесь еще Он реально раза в два, наверное, быстрее Собирает Делает еду Полезный навык Так, значительно холоднее Некоторые насилия со стороны военных В отношении гражданских Из-за тяжелых потерь военные отступили На прежней позиции Возобновили стратегию уклонения Прямой конфронтации Теперь мы можем в новые локации сходить Это прекрасно Да, идет торговец Ну все, классно Закидываем раз Закидываем два Изи просто И торгуем Что есть? Все есть Хорошо Ну Друзья, ну что я могу сделать? Просто Давайте выкидываем Винтовочку Раз Собираем Раз Топор продам Он не такой-то, кстати, дорогой Вообще Не о чем Патроны нужны Обязательно Два Дробовичок Бруски Естественно Ой Бруски поместились Всем Можно взять хавчика Немножко Потому что он как бы тоже Плюс меняется Это не нужно Отмычки не нужны Блин, мне бы хотелось Чтобы торговца была Раза в три больше шмота Я все равно бы выкупался Что только можно Привет, скрипка Можно игрушки сбагрить Да можно, конечно Просто Это Ну тут Все равно На самом деле Можно сейчас Сходить на рыночную площадь Исключительно За Ну чисто Поторговать Просто Поторговать Ну хотя Разница между Торговлей На площади И простым Походом Особо Небольшая Потому что Ты все равно Не можешь унести Больше, чем Можешь собрать Слоки Плюс торговца В том, что Он приносит Больше, чем Ты можешь унести И В связи с этим Конечно Нужно Торговать С ним А на площадь Ходить торговать В том случае Если тебе Нужно что-то Определенное Конкретное В общем Табак не берешь Ну я пока Не кручу его Пока Я его не кручу Ладно Договорились Я не знаю Стоит ли еще Торговать С ним Ну стоит ли Выкупать еду Например У него За Мне гитара Например Не нужна Вот это Вот не нужно Опять же Медведя Можно сбагрить Можно на будущее Табака Надо накупить Конечно На площади Можно взять Емкие вещи Типа сахара и воды Там можно Неполные стаки Оставить Куча Ну да Мне кажется Что оставление Стаков Вне Домашней локации Это такой Базовый обуз Игровой механики То есть Ты просто можешь Избежать вообще Всяких потерь Связанных с нападением На тебя То есть Тебе не нужно оружие Не нужно патронов Не нужно там сигналка Заделывать дыры Да Ты можешь получить ранение Но чаще всего Ты не получаешь ранение На старте особенно Просто у тебя тырят Чтобы не тырили Ты складываешь все В соседней локации И все Вот Ну Такое Ладно Так Печка Печку действительно Надо бы сразу Загрейдить Но для этого Нужно Этот Сделать Из Электрических деталей Термостат Электродетали Есть Проблемы Никакой Нечетный день Поэтому не голодные Фильтр Надо естественно Было бы сделать Тоже И поставить его Есть небольшой Запас еды На самом деле Еды у меня До конца игры уже То есть Вообще нет Никаких проблем Просто сидеть Никуда не ходить И выиграть Серьезно Ну просто Ты Ты Изявая В общем Я так считаю Перед холодами Делаем Улучшенный Обогреватель Эффективнее Будет Греть Материалов Хватило Правда В притык Поэтому я не смогу Фильтр Сделать Воды Сделать Лекарства Это уже вполне 7 5 9 Понимаете 7 5 9 О Проснулась Ну давай Поиграй на гитарке Тогда До конца игры Гостиница Гостиница Давно заброшенная Роскошная гостиница Принесет агентству Погорень Тревел Надо было сделать Что там Ломик Лопату Что мне не хватает Грабители Раз Живет какой-то Безобидный Сумасшедший Гостиница Старый город Разрушенная Вилла Старый город Найдем Продовольствие Очень опасно Хотя не написано Что опасно Давайте в гостиницу Возьму ломик С собой Да и все В общем-то Поехали Закинь дрова Сразу на ночь Там не такая Низкая температура Была Чтобы Еще дрова Переводить Парочку Закинул Хватит Гостиница Явно нужна Лопата Завала Диким Ломик Уже Оправдал Себя Сматриваемся А если бы не было ломика Пришлось бы Руками завалы Разгребать Вы хотите знать То есть тут Появилась и больница Все-таки лопата Нужна Там кто-то есть Что за шум Да Придется копать Руками Увы Лопату Обязательно Сделать лопатой В новые локации Особенно если Я на них не был В прошлый раз Брать с собой Лопату В гостинице Жанна Залога Спасать Никакого Залога Я не был Ни разу В гостинице Это спойлер Можно пообщаться Да Можно пообщаться С чатом Пока Идет копание Увлекательное Патроны кончаются Патроны наторговываются Регулярно За спирт У военных Не такая большая проблема Хочется четвертого НПС И новый персонаж И новые возможности Потому что Пенсионеры вообще Бесполезны С этими восьми Слотами Они добывать Не могут Могут Но На 50% Менее эффективно Слишком просто Может новый трай Да может быть На самом деле Потому что реально Сейчас Продержаться Оставшиеся там 20-30 дней Не представляет Вообще никакой проблемы То есть можно Банально Никуда не выходить Вот и все Не буду пока Воровать Давайте Пообщаемся С человеком Поговорим Я хочу Есть Может тут осталось В холодильнике Что делать Что-то он Перепугался Хотя Просто Дверь Вскрываю Две ловушки С Антоном С Антоном Мы овощами Прокормили Трех Человек Сиди Спокойно Не гоня Да Оооо Пять консервов Изи Обкрадываем ну консервы дорогие 55 консервов собираю так что что цены не переношу стихо при изи минус мораль да на самом деле ничего страшного пока что спирт есть гитара дома ждет конечном счете я могу в стендбай мод перейти вообще легко патроны бы взять конечно же не переживайте друзья не переживайте реально может там есть сразу возможность выбрать какую-то вообще дикую связку чтобы типа с детьми и какими-нибудь или инвалидами что вообще ничего не могли делать потому что ну понятное дело я павлов потерял но этого можно было избежать домой приходишься там запасов на месяц продовольствия и ну и что каска не взял каски две штуки мне но это не каска это битая каска дробовик тоже окупился сразу же проходим смотрим ну такое не самые ценные вещи я беру мягко говоря а вот это ценные по крайней мере пару бинтов я возьму вот эти вот нужно взять тоже время на исходе в результате мы пришли и собрали огромное количество ништяков огромное просто пришлось поработать с ломиком поняли что нужно здесь еще лопата и можно еще с а давайте справа посмотрим вдруг там а нет сюда следующий раз лопаты просто вернемся и скорее всего здесь лопатой оставим может делался с детьми пробуем но может быть потому что реально не сложно когда сложности нет то становится менее интересно ну просто смотрите мы приходим дома половина игры типа еще впереди дома два пенсионера с лопатами за сигнальной дверью все заделано температура хорошая крыса ловится медицины еды на нас напали вообще не страшно четыре патрона отбили никто не был ранен ничего не удалось унести окей проводим ревизию называется 4 порции на плите сейчас мы спокойно всех кормим остается еще двадцать литров спирта дюжина консервов 22 еды 11 овощей медицина 959 ну понимаете да то есть реально мы просто никуда не ходим сидим периодически приходит торговец мы там берем подкидываем в топочку затариваемся сбагриваем ему не знаю еду не еду мы опустились докрасить теремся из объедков словно крыса успокойся все нормально а ты чего мы совсем опустились начали красить у несчастных людей чтобы выжить да все нормально ну что вы начинаете опять ты чего может быть нам не нужно было красить но как иначе выжить короче моя политика привела ну если не считается смертью павла естественно привела людей к успеху просто у них есть все до конца блокады просто до конца блокады они конечно там вайнят типа что нам делать туда-сюда но мы то с вами видим что ситуация такая что ну тут оружие есть патроны есть еда есть с водой проблем особо нет то есть можно конечно сделать травки там делать лекарства чтобы было еще больше лекарств что мы могли выкупать еще больше хотя мы и так полностью с вами торговцы выкупаем то есть реально челленджи дальше на ближайшие 20 дней я не наблюдаю поправьте мне если я не прав может быть есть DLC как раз какая-то жесткая жесткая тема ну где есть челлендж есть проблемы с чтением доната спасибо может пора баллотироваться ну это в гражданском ну в смысле в не в военное время моя тактика скорее всего но я бы мог быть диктатором да то есть если бы мне дали под управление там на порядок больше ну человек была бы небольшая такая армия потому что изи военных режем изи с повсанцами разбираемся в принципе мог бы сделать самостоятельно переворот потому что даже в учете с учетом военного времени разобравшись с механиками можем абсолютно спокойно всему инжирить и воевать и выживать и да что хотите то и сделаем все сыты никто не болен только вот опечаленно устала но это ничего страшного печаль кстати прошла у пенсионеров то есть все нормально ну реально а че еще делать новый трайд точно давайте попробуем новый трайд действительно посмотрим dlc-шки с детьми какими-нибудь чтобы было жестко прям жестко ну потому что я не знаю как здесь можно просто прожимать завершить день и дотягивать спокойно до конца никуда не выходя вообще уже все сделали попробуем новый трайд как павла потеряли да на лалах я взял не тот автомат думал прицельный будет лучше можно настройках создать свою компанию так давай еще попытка тогда а у нас еще пара персонаж а вот ребенок dlc да и двое заблокировано а а а хенрик хенрик а а а а а а в твоем исполнении это не ужасы да это соколик соколик молодости может два пенсионера и сокол создать свою историю создать свою историю как создать свою историю а а Дней до прекращения 80 Вот это уже попахивает хардкором Со всеми галками можно Продолжительность зимы Длинная, тяжелая Рано наступает суровая длинная зима Блин, в DLC два реб... Ой-ой-ой А дайте, пожалуйста, ссылочку на DLC Искра Криста и Иван Хенрих А как тут Загрузить для воркшопа Как минимум 20 локаций Короче, максимум 80 дней бахаем Карта города Что? А, можно включить Выключить разные Блин Там реально Детьми Детьми реально четыре Там одни шкеты Чем раньше занимают, тем легче О, окей Тогда ближе А, к концу Спасибо большое За ссылочку Так, значит This War of Mine DLC The Little Ones Little Ones позволяет увидеть войну Глазами группы граждансклиц Пытающихся выжить Типа мелкие, да? 120 рублей в корзину Купить Ой, не так Нет, не так Нет, не то я Оп Минус кофе, короче Не так Опять Продолжение следует... 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 тяжелая зима и говорят ближе к концу это еще жестче карту города будем ли мы как-то менять а можно пенсионеры и ребенка и все наверное можно наверное можно зачем зима поздно поставь бы средний ну говорили что ближе концу жестче мне тоже казалось что зима чем раньше тем хуже но потому что здесь не когда а дальше идет рано но посреди игры ближе к концу но по идее рано должно быть жестче по логике ладно зима сначала ставим из города убери логи с вооруженными военными повстанцами почему зачем давай пораньше зимались прежде зима считать что выиграл трай поставь зиму посередине грибчу зима дает и воду поэтому с ней проще зим зима дает воду из ней проще очень интересное замечание учитывая то что она добыча воды становится сложнее чем просто с при помощи фильтра из дождевой воды и тебе еще зимой нужно решать проблему обогрева этого всего вода и снега значительно дороже опять там эксперты по вылазили начинаем историю а выбрать 20 локаций бордель не было я выбираю те которые которые нужны ну смысле новые ветхая трущобы не помню разрушенные вилла солдаты пара склад обязательно стройплощадку давай солдаты супермаркет добытчики не знаю церковь о бандиты вооруженные люди это новая типа церковь гаража не было мало обитель тоже с бандитами не было армейский блокпост обязательно бензоколонку дом с привидениями снайперская развязка тоже ее не было давай снайпера поставим старый город без вариантов о мятежники разбомбленная школа бездомные то с бомжами мятежников не было дом дух тени семей девушки всегда убираем девушек ладно разбомбленный тихий дом о гостиница добытчик бандиты торговец бандиты капец опасности столько будет я прям по выбирал выбирал порт убегать не будем давай ладно дом с привидениями многоэтажка и парочка еще дэм но и заброшенный больницу сохранить доедешь хорошо поехали да потеряю процесс прогресс текущий итак у нас новые персонажи максимально бесполезные вроде как мега сложно долго холодно опасно точно я думаю надо брать брать и записывать локаций очень много и так генрихом похож война сырепствует уже много месяцев и осажденный и осажденный город под постоянным артообстрелом превратился в море развален выходить на улицу днем означает напрашиваться на снайперскую пулю все продукты на исходе оскудные поставки продовольствием минус 100 минус 20 к что там опять зачитывает она да не хватит альтаба ца тут скотина там играющий фулскриновая слушаем самолет поддержал ваш канал на 100 рублей сообща сказывать челлендж на две тысячи рублей и если пройдешь не забирая еду мирных самолет поддержал ваш канал на 49 рублей сообщает можно увеличить сложность не забирая провизию мирных я дай ламы пушистым все такие эксперты все сразу же короче пока нет я не знаю чем что мне ждет тут в два раза дольше интенсивнее холоднее другие персонажи и в общем а мне тут еще дополнительно накидывают давайте сначала посмотрим вообще что что да как может быть не воровать без типа без надобности когда уже совсем все плохо будет уже будем посмотрим все продукты на исходе скудные поставки продовольствия приходящий город попадают в руки хорошо вооруженным бандитом небольшая часть жителей успела бежать и те кто опоздал на последний конвой были брошены произвел судьбы это обычные люди витящиеся в развалинах которым не на кого рассчитывать кроме самих себя и так ивана внук хенрик мой папа борется с плохими солдатами он храбр и не впустил их город он сказал что я слишком молод чтобы воевать но когда я вырасту я хочу быть похожим на него но не говори дедушки ему не нравятся солдаты эй вы знаете как играть войнушку ой господи намочусь я с этим пострелом старик сразу болен торговец табаченными изделиями хорошо я сожалею что мы не могли встретиться при других обстоятельствах прежде чем началась вся эта проклятая заварушка я наслаждался своей отставкой и присматривал за ивана когда мой сын был на работе когда эти про сепаратисты начали воевать с меньше взывать к меньшинством в осенях я сказала моему сыну что ничего хорошего из этого не выйдет но он не хотел слушать он был пленен идея независимой республики высине он присоединился к повстанцев оставив ивана со мной я не видел его с тех пор как да и он курильщик повезло эмилия кофеманка ё-моё теперь раз уж мы вместе я могу рассказать вам про себя и про свою семью ой все отец был очень практичным человеком он всегда напоминал нам о важности финансовой стабильности поэтому я стала юристом что торгуешься может хорошо как он а моя сестра собиралась стать врачом когда началась война у нас было много сбережений на семейном счету но вскоре деньги полностью обесценились банки закрылись и у нас не было иностранной валюты считанные дни мы стали бедняками так и арика я простая девчонка с районы и я знаю жизнь улица дала мне бог курильщица повезло мне с девахами улица дала мне больше чем родной отец старый ублюдок бил меня по любому поводу а бить он умел это все уже кончено он скопытился первые дни войны я была воровкой с той самой порой как мне стукнула 14 вы знаете что это за возраст я это лучше делают чем вы можете представить умею краситься как мышь не глупее я вам пригожусь так так арика будет будет у нас по стелсу ходить так мы начнем с с с с раскопок строительства собирательства шкет поговори с ребенком так ни лопаты ни хрена нет у нас собираем все собирай 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 часть сделаем собираем ребят ну я стараюсь а че мелкий то я не понял опять мелкий там сразу поговорить хочет понимаете ладно поговорим поговорим не у меня тут я чувствую слабость нужно присесть этот больной так верстачок нам нужен делаем сразу слесарный верстак рядышком лопата ломик и дальше по списку эй ванна хочешь поиграть в камень-ножницы-бумага ящерица спок ладно давай играть мне нужно победить эту болезнь у нас много дел дед ушел бы ты отсюда до камень-ножницы-бумага я надеюсь мы этого шкета сейчас просто ушатаем отлично я выиграла ха-ха-ха неудачник мы умеем подбодрить мелких так значит делаем лопату а ты действительно хорошо играешь в эту игру если они достану лекарствами всем мне будет все хуже и хуже так почему мы не можем жить в нормальном доме этот мелкий меня напрягает конечно же чувствую бесить меня будет он так что я сделал лопату или лом лопату сделал шикарно делаем лом старик иди копаем так мелкого бы послать куда-нибудь сюда вот я не знаю что он может здесь делать лутаем лутаем копаем вскрываем грекопаем делаем номер а что он там делает я не понял а он рисует на этом опечален играю то есть я понял так ломиком вскрываем здесь лутаем здесь так снаружи ничего нет ходи сюда дальше ломик открываем копай там пока руками копаем потому что не хватает да драгоценности сахара иди сюда когда я вырасту я хочу быть снайпером говорит мелкий теперь комик корми по нечетным как на третий день будет второй окей да согласен продолжаем копать надо успеть сделать кровать а чё-то не копал это подругой чтобы здесь не скучало придется и купить имущий playstation я думаю надо леча ему просто прописывать регулярно скучно точно не будет playstation участи новость да вот так вот копаем по крайней мере одну кровать нужно взять возможно радио поставить не знаю это просто достаточно быстрая игра ну жесть начнется качели можно сделать обычный качели ничего особенного но для ребенка бесконечный источник развлечений делаем покровать спать будем здесь вскрываем ну уже мелкий не это самое не переживает скроп обжи чифры поддержал ваш канал на стану макфрай спасибо и сообщает миша строй койку а то когда мы будут малого жизни учить так есть лекарства в принципе можно дедом сразу же закинуться болен курил бы ты меньше здоровье было бы лучше базовые бинтики тоже есть можно даже вторую койку сделать давай табло закидываем надо вторую койку бахать сразу я думаю может четыре человека мы либо либо так либо никак будет усталость накапливаться наверное я буду в первую очередь а сколько у тебя запас по надо по слотам посмотреть что у них потому что возможно возможно у них не все так хорошо качели дитю да нет пока ингредиентов на качели лишних вот а он и так как бы не скучает если что можно попробовать так под лекарствами ложись сюда все в принципе завершаем первый день продуктивно провели все раскопали все что нужно мелкий не может никуда ходить ничего не может можешь только спать и тут по десятке вместо двенадцати пятнадцати семнадцати твою налево лечь спать с ребенком а вот оно как классно так ну выбираем заброшенный дом и до лекарства запчасти абсолютно идентичные они в этом плане опять же мне бы мне бы ручку у меня ручка не пишет это в доме нет ручек который вы писали что это такое как вы вообще понимаете просто нет ручек понимаете нет ручек нет ручек надо к дочке сходить надо к дочке сходить итак итак нашел теперь надо еще записи сделать на листочке а4 итак нашел итак значит иду в заброшенный дом з-б мелкого даже вылазки нельзя устроить з-б беру дефолтные вещи туда наверное на старте вопрос только брать лопату или нет наверно стоит взять лопату на случай если угу поехали слатов мало нормальных людей нет окей ооох хорошее начало правда нифига не унести То есть нужно прям выносить только самое ценное, самое нужное, самое дорогое, что есть. Ладно, бордели закрыты еще. Да-да-да, сейчас пока только две локации открыты, поэтому... Может, даже не стоит бруски брать. Потеря по времени. Дольше выкидывать их. Вот игрушки отлично. То есть то, чем торговать можно удачно. Дверь заколочена, спускайся тогда еще. Собираем ерунду. Там кто-то есть. Скорее всего, крысы все-таки. Не буду я бруски брать, друзья. Потому что я их на такое количество слотов точно выносить не буду. Только ценные вещи. Только ценные вещи, которые там в стак могут поместиться. Да, лопата пригодится смотреться, но как раз куча. Игрушки теперь у тебя потребность будет наверняка. Да, кстати, мелкие будут играть. Ой. Ну, количество слотов, конечно, угнетает. Их, ну, очень мало. Еда, вода, сахар. Это я удачно зашел. Почему только опять не использую кнопку взять все? Ну, сейчас ты не помещается, понятное дело. Так это вообще нужно. Сигарет. Да, 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 сигарет. Так, кормим по... Нечетным дням. Запомнил. Тут сейчас дособираем. Кроме брусков. Копаем. Ну и пара этажей. Живаго, спасибо тебе. Не знаю. Добрый вечер. Когда планируется православный стрим ПФА? Пока не планируется. Ломаем. Ломик используем. Уже лучшим. Там и сигареты, и опять медведи. Натырили. Осталось только пара комнат на втором этаже. Ну вот. Этот рай, я чувствую, будет... Будет жестеньким. У нас есть, например, человек, который абсолютно бесполезен. Он даже... Ну, то есть ребенок, который... Записка, в которой сказано. В первый день нас ограбили. Два дня спустя они убили наших девочек. Я перестрелял их всех. Но я больше не хочу брать в руки пистолет. Я сломал его и закопал в саду. В следующей части записки написано... В следующей части написано дрожащей рукой. Если кто-нибудь будет это читать, не ищите меня. Так, хорошо. У нас есть еще запчасти для пистолета. Ой, стоп. А там как будто кто-то есть. Крыса, не крыс? Крыса, похоже. Открываем. Герои с ним будут? Нет, с чего. Не планировали. Ребенок не бесполезен. Наверняка, да. Просто сейчас пока кажется, что он не очень. Ингредиент для патронов пеницины ни разу не используется. Зачем слоты забивать? Ну, я их не буду носить с собой. Ну, да, может быть, не стоит. Посмотрим. Вот здесь у нас пистолет, получается, закопан. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Я думаю, поутру пацан будет грустным, если бы меня положили спать вместе с дедом, а не с молодой женщиной. Да и вправду, как он жизни-то научится. Действительно. Так, раскопали пистолет. Утаскиваем отсюда все, что только можно утащить. Последние два слота и возвращаемся на этот. Хорошо, игрушки, еще пара медицин. Уже на торговлю ценные вещи надыбали. И на самом деле сюда особо уже нет смысла возвращаться, как по мне. Ну, потому что тут осталось-то всего ничего. Только ерунда осталась. Так, а это что такое? Семейные фотографии родителей и две дочери. Хорошо, что девочки не были похожи на отца. Он похож на медведя. Отлично. Так, сейчас внимательно выбираем, что с собой взять. Непонятно, нам еда. Еда в первую очередь, потому что надо. Медицина, конечно, дорогая. Ее буду взять сразу же. Вот эти вот четыре в стаке тоже хорошие, но пригодятся только потом. Водички можно бахнуть. Сообщайся для оружия и пистолет. Пистолет может пригодиться на старте. На старте, конечно, нужны материалы. Я не знаю, в каком количестве. Курильщика помню, но как-то он обойдется, я думаю, на старте. Четырех медведей бы еще взять. Возможно, сюда второй раз сходить. И внимательно уже посмотреть, что необходимо. Уже вернуться без лома, без лопаты. И забрать остальное бежим к выходу. Водобрение равно едва конверте ловушки. Понятно, но ловушку мы построим где-то день на 9-10. Зачем нам ее брать так рано? Второй день. Возвращаемся. Никто не напал, уже хорошо. Голодна, устала. Идем сюда. Арика, можно я в следующий раз с тобой пойду? Пожалуйста. Так, посмотрим, можем ли мы что-то сделать. Можем бахнуть радио. Но из полезных вещей, из полезных вещей, надо сделать плиту. То есть нужно 5 брусков утащить. И как раз на следующий день мы будем хавать. Правда бесит? Вот и вот. Иди сюда. Да, нужно копить на плиту просто и все. Я подожду, вдруг торговец. У меня, в принципе, уже есть что наменять. А фильтр сколько стоит для воды? Тоже бруски нужны. То есть нужно 5 брусков, 5 материалов, здесь 6 и еще 1, 7. 7 материалов и 10 брусков. Записываю, что взять. Не факт, что там 10 брусков. Хотя, может, и удастся нам нотырить. И радио бы поставить. Ужас какой. Для торговца слишком рано, но я все равно подожду. 10 часов. Привет, кинка-бра. Ты умеешь драться? Я вот умею. А кто кого спрашивает? Круто! Ты меня научишь? Научу, но позже, ладно? Да не, помоги, пацану. Давай играть в камень-нужницы-бумага. Опять. Ладно, давай, Ивана. Камень-нужницы-бумага. На, на. Хопа. Бо-3 давай. Отлично, я выиграла. Ха! Приятно. Так, этот не пришел опять. Завершаем день. Появились новые темы, но я сначала схожу в заброшенный дом. Голдин, голдин, слегка болен. Спи с ребенком. Добывая, спи в кровати. Материалы надыбаем. Да, надо проверить. Надо дотащить. 10 материалов минимум. А плюс еще на розжиг нужно. Поехали. Значит, нам нужно 7 брусков. 8 берем, соответственно. Материалов. Всего 7, но я возьму 2 стака. Может быть... Не, для сахара еще пока рано. Можно взять стэк из этих. Можно взять 4 игрушки, потому что в стаке хорошо продадутся. Пистолет еще вроде как рановато. Блин. Давай еще вот так вот. К сожалению. Сахар особо не нужен. Сходили. Сейчас уже надо готовить еду. Сигареты, кофе. Не-не-не. Нет места. Третий день. Делаем плиту, готовим есть. Хорошо, что не стырили ни черта. Голодна, устала, слегка болен, приходится с себя. А, это тоже слегка болен. Что? Там еще кто-то заболел. Ну, ясно. А, нет, показалось. Извините. Холодно 13 градусов. Да. Пацан может сделать мяч из двух игрушек. И скакалку. Из игрушки материалов. Ё-моё. Да. Честно, я тут загнусь просто с такой тимой. Холодает, да, холодает. Ё-моё. Ну, там реально мне на рожек нужно миллион всего. Либо сразу грейдить плиту, а мне на четверых лучше сразу грейдить плиту. Нет, а где не затратить это? Аквайз поддержала ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ави, доброго стрима. А проверяли, уменьшается ли количество вещей в нычках со временем? Нет. Не уменьшается. Короче, беда в том, что я сейчас не могу нормальное количество... Торговец! Есть, торговец! Иди сюда! Быстро грейдить плиту. А мне еды просто уже не хватает на третий день, чтобы нормально всех покормить. Здравствуй. Итак. Фух. Да изи гейм. Просто изи гейм. Ребят, я предлагаю как бы на этом закончить и идти играть в PUBG, потому что ну изи мы тут. Так, а никто у нас не предрасположен к обмену. Торговец с табачными. Иди, пёс. Топор заказывай. Да, топорик, кстати, тоже нужно ломать всё. Рожек нужен. Топор что нужен? Топор мне нужно грейдить верстак на топор. Топор это такое. 15-12. Не-не-не. Сначала плиту бахнуть надо. Иди торгуй. Голодна, устала? Иди отдыхаем. Бесишь ты меня, мелкий. Хорошо. Значит, что нам нужно? Бруски материалы? Ну, хорошо. Раз. Пока в расход идёт у нас медикамент, который я там под... 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 расходные материалы на приготовлении. Брусочки, естественно, тоже. Брусочков много нужно. Сразу апаем плиту. Сигарет можно пока наменять. Простеньких. Игрушки как-то не хочется продавать в таком количестве большом. Не, ну сейчас пока надо рашить как можно больше, сильнее. То есть, выкупать все бруски точно. и выкупать как минимум воду механизмы. Так, нам срочно нужны дорогие товары. Делаем усовершенствованную плиту. Драгоценности, да, драгоценности есть еще одни. Действительно, лежат бесхозные. Что я могу? Сигареты пока не нужны, самокруток купили. Сахар можно взять на будущее. Запчасти для оружия очень нужны, потому что я из них как раз тот же топорик могу делать. Наверное, так. Да! На печку не хватает материалов. Может и хватит, но первично сейчас еда. Сейчас проверим. Тут люди у нас отдыхают, надо сразу бахать еду. Пять порций можно сделать. Мы сразу пять не украли. Проверим сейчас печку. Да, можно печку сделать сразу. Ну, это торговец, видите. Печка обязательно нужна. Располагаем ее наверху. всех надо накормить. Мне четыре порции еды нужно. Обратим внимание на кнопку обучения, приготовки или крафт. Обучение. Недо я. Не понял. едим раз. Едим раз. Кормим шкетом. Два. Едим самостоятельно. Три. У меня, кстати, нет на растопку нормального количества. Реально очень нужен топор. Для того, чтобы сделать топор, нужно охрененное большое количество материалов. Десять этих и двадцатку таких. Так. Устала. Хорошо. Иди ложись. Хавай. Как в фильме ужасов. Реально. А мелкий-то все еще голоден. Ну, поешь. Что? Как тебе дела, приятель? Да покормите мелкого, слышите? Когда закончится война? Точно не знаю. Надеюсь, что скоро. Скорее всего, надо сейчас пытаться сделать топор, чтобы экономить, чтобы бруски надо дыбать сразу же. Оно в старице окупится. Здесь нужно десять брусков и двадцати материалов. Кажется, такое количество у меня все еще есть в прошлой зоне. А может, брусков-то мне хватит. Пришла в себя, подруга. Да, он ест все-таки сам. Готово. А, он сыт. А как он, почему? А, ему хватает половины порции. А-а-а! Как на взрослого. Тогда классно. Ну все, следующая пайка у нас будет пятого числа. Надо сейчас выбрать новое место. Скорее всего. можно пойти в разбомбленный дом. Гараж, осторожность, трущоба. Лучше бы, наоборот, два раза в день кормить надо было. Так. Сейчас нужна еда. Немного еды, много еды, Тут только еды нет. Не обязательно, но как бы нужно. Никто не будет мешать. Ну хорошо, да, давайте туда с ломиком. И, наверное, все-таки с лопатой не хочу я рисковать. Хотя в домах обычно завалов нет. Лучше слот. Так, разрушенный дом, да? РБ. Поехали. Опасности здесь нет. Ну да, тут мертвые люди. Хорошо. Нужно 10 и 21. Тут все есть, на самом деле. И материалы, и бруски. И повторюсь, я бы на самом деле прорашил... А мне не хватит за одну ходку. Я не смогу за одну ходку принести. Кажись. Или смогу. Ну, разберемся, в общем. В первую очередь нужно сделать топор. Четыре еды. Ой, да, тут, конечно, жирно, очень, очень жирно. И вижу завал в конце, но из одного завала не повод вообще брать с собой лопату. Время-то у нас все равно есть разобрать. Кровать. А как же, кажется, не распределил людей по этим. Мне еще нужно хотя бы ножик взять, чтобы мне на ранней стадии не... не грабили. Хотя, теоретически, я могу сделать пистолет. У меня же есть запчасть. зима рана будет. Да, рана. Все поставили там прям на максим. Есть пара ценных вещей, типа... Ой, ломик пригодился. Хорошо, такие два... Две разогревочные локации. Ломик применим. Возможно, после этого ломик оставим слева. ломик оставь. Вроде поместится, не... Ломик нам надо оставлять. Нам сначала его использовать, а потом уже оставить здесь. Второй раз уже... Не, я пробовал на правую кнопку мыши лучше брать. Мне не понравилось. Нет, меньше кликов. Какой смысл? Мы же... Мы же должны кликать как можно больше. Так, здесь у нас что-то есть. Одна из листовок, сброшенных на город. В ней написано, в городе проводится антитеррористическая операция. Оставшиеся в городе будут считаться пособниками террористов. Для обеспечения безопасности себя и своих близких немедленно покиньте погорень. Армия гарантирует вам безопасный коридор. Мало кто верит им после расстрела под гравией. Да. Ни хрена не помещается. Ну, по крайней мере, мы здесь еду еще на пару дней взяли сразу же. О! Запчасти на оружие. Вот я не зафиксировал, сколько у меня... Жалко, нельзя посмотреть сейчас, сколько у меня, какой инвентарь на базе. То есть, сколько мне нужно дотащить для того, чтобы, например, сделать пистолет плюс топорик. Но для начала мне нужно все равно сделать верстак. Я, скорее всего, сюда снова вернусь. И дальше уже как-нибудь. Так, сюда тоже можно спуститься. И, наверное, надо будет потратить время, чтобы, по крайней мере, одну кучу раз это самое... Одну кучу в этот раз, вторую кучу во второй раз. И вроде как, типа, лопата помогает, но, на самом деле, это, ну, минус один слот. Аликс, тасканей, нельзя, конечно, ходить. Это ж... На этом механика тут вся строится. Только один может ходить на вылазку. Так-то легко. Чего поставил... Заделал дыры, поставил дверь. Двое спят с автоматами, двое идут на вылазку. Или ты слушаешь радио, вылазки не будет. Четыре человека побежали, вынесли просто всю гостиницу с автоматами на перевес. Один перестреливает, другие выносят. Не-не-не, так оно не работает. Шкаф заперт, видимо, ломик, не забудьте взять. В смысле, как он заперт, если нарисовано, что он открыт. Вторая куча не нужна, говорит, можешь? Угу, окей. Там действительно лута за ней нет, это просто лиф. Тем более, хорошо, что не взял. Итак, еще раз, 10 брусков, это 5 слотов мне из 10 займет, и 24, соответственно, не помещаются мне. 5 стаков, 20-ку я только принесу материалам. То есть, я в любом случае, при всем желании, не смогу в этот ход сделать, улучшить верстак. Ой. А, нет. Да, действительно. Нарисовано, что может быть закрыт. Да, действительно, тут не хватает ломика. Если у тебя ломик есть, он показывает, что можешь его использовать. Если нет, то... Ничего, время есть. Сейчас мы скинем, скинем, возьмем. Все равно, это плюсовый забег. То есть, я два раза сюда прибегу, вторую вынесу, там, еду и все остальное. 21 нам. Да, я знаю, что 21, у меня записано 21, но по месяцу только 20. Увы. Еще две медицины, мега ценно. На четыре медицины можно у торговца легко выменивать все, что нужно. То есть, вот этот вот забег можно уже на одного торговца нам хватит. Итак, ну, собираем, я все равно попробую чисто теоретически вынести брусок, 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 брусок. Материалы, 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 материалы. Но против математики не попрешь, тут 20 и 10 всего лишь. А в следующий раз буду вытаскивать уже необходимые Плюс, ну, плюс ценные. Поехали. И ломик надо не забыть. Старик у тебя болен же. Да? Ой. Надо было захватить медикаменты, да. Ивана начинает заболевать. 8 градусов. В общем, проблема. Слегка болен. Ой, беда. Это тоже слегка болен, плохо спал. Ложись. Раз. Ложись. Два. Если мы будем... Нет, здесь ложись. Убеждаемся в том, что на верстак не хватит. У тебя лекарств нет? Да, единички не хватает. И все. Тратить смысла нет никакого вообще. Надо еще воду утащить, чтобы сделать хавчик. Блин, топить надо. Топить я, типа, на следующий день смогу. Но если я сейчас не протоплю, будет попа. Может быть, попа. Я закину в топку. Я закину в топку. Но, видимо, все. Как же тяжело-то, а? Слегка болен, слегка болен. Лежите в кровати. Голодно. Охраняй. И добывай. Так, сейчас выносим минимум один материал. Ой, я не посмотрел сейчас, что мне по оружию. Капец. По материалам. Так, выносим сейчас еду. Раз, два, три. Выносим медикаменты. Приносим ломик. Воды. Так, для приготовления еды. Материалов. Блин. Запчасти возьму для оружия. На всякий случай, вдруг на топор не хватит. Твою ж налево, сколько с сахаром. Овощи надо взять. Капец. Так вот. Что-то какая-то депрессия у меня начинается. Я чувствую, что тут не вытащить. Напали. Украли воду эти. Легкое ранение. Легкое ранение. Понеслась. Понеслась. Легко ранено. Голоден. Иди ешь раз. Иди ложись два. Ой, там медикаменты нужны. Голоден слегка болен и печален. Что думаешь? Я бы поиграл в войнушку со своими друзьями. Мы соберем две команды и будем играть с пластмассовыми пистолетиками. И делать вид, что стреляем друг в друга. Если у вас не было пистолета, подойдет и палка. Однажды мы лелеяли эту прекрасную идею. Вы хотите услышать об этом? Ох, мелкий. Как тяжело-то сейчас будет. Чертовы воры. Нам и так нелегко. Да. Так, надо сейчас сразу же есть. Потом. Потом сделать верстак. Ты готовь хавчик. Времени нет. Верстак бахаем. Голодна, устала. Нам не выжить, если мы не сможем защитить свое укрытие. Мы должны заняться этим. Какие все умные, капец. Я просто в шоке. Просто в шоке от людей. Розжига нет. Топор ждать, что ли? Легко ранен. Но легкое ранение спадет само. Я не хочу бинты тратить на это дело. Но нужно ножик делать еще, чтобы была защита базовая. Но сначала топор, чтобы был розжиг. А я не помню, что нужно 5 брусков. Либо сейчас придет торговец, либо я лучше рейс сделаю. А его реально может... Что это? Он, а кормить будет? Ты должен поесть... Нет, не давай ему! Ай! Короче, беда. Это беда. Это беда просто. Да, торговец придет скорее всего на 47-й день. Не, на самом деле мне нужно просто записывать, либо открывать инфу. Потому что тащи. Сейчас надо было отказываться от серии вещей. Просто собирать еще 5 брусков. Три оставшихся слота. Тогда все было бог. А так получается, я не могу нормально сделать хавчик. Торговца нет, чтобы компенсировать эту штуку. И все. Ну ладно, это я уже в следующий раз. Друзья, спасибо вам за то, что смотрели. Сегодня мы с вами в пятой части, во-первых, ну, разобрались, можно сказать, с второй сюжетной... Ну, типа, там, со вторым набором героев. Набрали миллион просто еды, миллион лекарств. Поняли, что там слишком изи. И решили для себя усложнить задачу. Сделав ранние холода, ранний грабеж, 80 дней продержаться. Очень сомнительную пати из, там, ребенка-старика и двух мадам. Ну, их можно использовать, но тем не менее. И это уже принесло свои плоды, потому что пятый день, и я уже хочу сделать реп. Поэтому... Ну, продолжим. Я думаю, продолжим. Не уверен, конечно, что... Потому что это реально долго. Но... Возможно. Спасибо вам за то, что смотрели. Я уверен, что меня Соколик ждет в PUBG. В принципе, основную часть компании, Story Mode и еще одну компанию, считайте, прошли. Вот. И... Можно, наверное, подумать и о завершении серии. Шкет мелкий, бесит, конечно. Но, говорят, его можно обучить. Ну, выкрутиться можно, я думаю. Даже в такой ситуации можно выкрутиться. Где они не переживут. Хотя непонятно, чем топить. Сейчас болезнь пойдет. Ладно. Потом. Потом. Всем пока. Пока.